Эта тренировка в Майклаб посвящена ни растяжке, ни кардио, ни наращиванию мышечной массы. Сегодня на повестке дня «Психосоматика». Среди слушателей и клиенты, и тренерский состав. Идея пригласить специалиста по психосоматике, клинического психолога и гипнотерапевта Константина Кокорина связана с тем, что в фитнесе достижение поставленных целей зависит не только от физических данных и интенсивности занятий, но и от неких психологических факторов. Психология, психосоматика очень хорошо помогает решать вопрос блока и помогает человеку добиться результатов. Ну, например, мы перестаем заедать. И заедание вот часто очень стало встречаться, и когда человек просто заедает свои проблемы, страхи, и тренируется в тренажерном зале, но не получает результата. И вот мы за то, чтобы гармония тела, гармония внутренняя слились воедино. То есть мы не только за здоровье физическое, но и за здоровье ментальное. Есть старый момент восприятия психосоматики о том, что мы как-то устаем в жизни, что-то нас грузит, и наше тело ломается или неправильно реагирует. Это современный подход к психосоматике говорит о том, что ничего не ломается. Все, что происходит в теле, имеет знак плюс и помогает нам решить те задачи, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И так же, как и животные, у животных чуть проще в том плане, что они недодумывают, у людей есть воображение. Вот психосоматика, можно даже сказать так, что это игра нашего воображения, превращенная в соматическое проявление. Все мы не раз слышали фразу «в здоровом теле здоровый дух». С точки зрения психосоматики эту мысль лучше читать наоборот. Если с духом все в порядке, то и тело отвечает взаимностью. Ну или, другими словами, гармония физического и психологического – ключ к успеху во всех сферах жизни. Сейчас же очень модно связывать здоровье и вообще свои какие-то личные проблемы. То есть, может быть, что-то поможет в личной жизни. Какие импульсы попадают от головы, на то реагирует тело. Наше тело – это не наш враг, это наш помощник, это тот, кто как реагирует на то, чтобы нам было лучше. Интересуюсь психологией, увлекаюсь, и сама тема психосоматика очень интересна послушать. Иногда мы не знаем, что делать с отрицательными эмоциями, поэтому попросту начинаем их накапливать. Наше тело всего лишь подстраивается под наше настроение и наши мысли. Занятия психосоматикой помогают скорректировать эти состояния, оздоравливая человека во всех смыслах этого слова.